Николай Николаевич, здравствуйте. Сразу перейдем к делу. Все-таки для кожи лето это больше польза или это больше вред? Для кожи лето это испытание. Дело в том, что, безусловно, в жаркую погоду люди стараются все-таки правильно делать, укрываться от солнечных лучей. Но если начинают загорать, то, конечно, это будет больше вред. Это будет больше вред, и я могу объяснить почему. Во-первых, прямые солнечные лучи, конечно, при даже непродолжительном времени нахождения, в определенные часы, особенно в середине дня, могут привести к солнечному ожогу. Давайте сразу определимся, непродолжительное время это сколько? У всех людей по-разному. Дело в том, что человечество на планете делится на шесть фототипов кожи. Шесть фототипов кожи. Первый тип это светлокожие, блондины с голубыми глазами. Практически 15 минут достаточно будет для того, чтобы уже обгореть. Потому что у них, в принципе, пигмент слабо вырабатывается, они плохо загорают, практически не загорают. Это первый фототип. Второй фототип, понятно, что люди уже не такие светлые и так далее. Я не буду сейчас перечислять все фототипы. И вот тут как раз вот поэтому я и говорю, что зависит от фототипа. У кого-то быстро ожог возникнет, у кого-то вообще он не возникнет. Потому что небезграничные возможности человека, к сожалению, кожи в частности. И, собственно, сам загар, который появляется у людей, это защитная реакция. Кожа начинает, в ней есть клетки специальные, вырабатывать пигмент. И этот пигмент, он как раз поглотитель солнечных лучей, поглощает их. Для чего? Для того, чтобы они не воздействовали негативно. Можог это вот самая первая и самая быстрая реакция. К сожалению, бывают отсроченные эффекты, которые наступают, проявляются через несколько лет. Десятки даже лет. Это, например, что может быть? Это появление различных новообразований кожи. Здесь надо подчеркнуть, что мы говорим в первую очередь об сиборейных кератомах. Это не заболевание, состояние кожи. Но звучит страшно. Ну да, но на самом деле это не злокачественное. А вот с злокачественными относятся базалиома и, к сожалению, самая опасная опухоль человека – меланома. Вот они тоже провоцируются воздействием солнечных лучей. Ну, генетика тоже имеет значение, но тем не менее в сочетании, особенно если было солнечное облучение кожи, то, к сожалению, может развиться у человека такая неприятность. Ну, вы сейчас нас так запугали, но а вот эти вот все солнцезащитные бальзамы, какие-то вот кремы, вот они-то помогают? Да, ну они, собственно, они разработаны в помощи нашей кожи, которая пытается загореть, чтобы не было воздействия на неё само и отрицательного и на глубь лежащие ткани. А вот эти защитные кремы, фотозащитные кремы, они тоже содержат определённые субстанции, которые тоже поглощают ультрафиолет и ультрафиеты лучи. И в этом смысле они, конечно, необходимы, да, помогают. То есть правильно я понимаю, что вот сейчас в жару лучше вообще на солнце не находиться? Ну да, во-первых, может быть ещё и перегревание организма. То есть у нас есть ещё одна защитная функция, и тоже связана с кожей. Это в коже много ботовых желёз. Для чего они нужны? Для того, чтобы человек, когда на жаре начинает потеть, пот испаряется, и организм в определённой степени происходит его охлаждение. То есть это тоже защитная реакция. Но если постоянно находиться на солнце, конечно, и потеть, и не восполнять жидкости в организме, то может возникнуть обезвоживание. Ну то есть солнце, это, конечно, красиво, здорово и хорошо, но находиться под палящим солнцем нецелесообразно. Ну подождите, Николай Николаевич, а как же вот эти вот все советы, что летом надо набираться витамина Д, вот солнце, только солнце даёт в хорошем объёме качественный витамин Д, больше бываете на солнце и так далее. Ну всё верно, солнце, действительно солнечные лучи способствуют выработке витамина Д, но для этого вообще не обязательно лежать на пляже и там часами. На самом деле ультрафиолет, он присутствует даже в местах, где есть тень, так что это не принципиальный вопрос. Ну вот мы затронули ещё тему меланомы. Вот в вашем центре, насколько я знаю, искусственный интеллект помогает как раз работать с меланомами. Что вы там делаете? Как помогает интеллект искусственный? Искусственный интеллект – это второе мнение, по большому счёту. Дело в том, что мы когда видим глазами и потом используем оптическую технику прибора, увеличивая в размере тот или иной элемент, который мы осматриваем, ну допустим, подозрение на меланому. Да, при большом увеличении, при определённом фильтре, который используется в этой технике, мы увидим то, что некоторые признаки, которые мы не видим невооружённым глазом. И по этим признакам косвенным или объективным, чётким, можно предположить диагноз меланома. А искусственный интеллект – это, собственно, программа, в которой содержится более, ну в нашем случае это более 60 тысяч изображений тех или иных меланстарных новообразований, которые дают признаки определённые, ну совокупных признаков. И он может дать заключение по следующему шкале. Тут там такая специальная шкала у нас на экране. Жёлтая зона – это шкалы, это добро, ну так я простым упрощённым языком говорю. Серая зона – это сомнительно, надо разбираться. И красная – это подозрение на злокачественное образование. Правильно я понимаю, что вот эта программа, про которую мы сейчас говорим, она стала возможна благодаря Гранту Мэра? Наша грантовая программа, которая в Москве реализуется правительством московским, она направлена на инновации, то есть внедрение в здравоохранение инновационных технологий. У нас есть Московский Центр инновационных технологий в здравоохранении, который является проводником этих программ. А базами являются московские лечебные и научные учреждения. И вот, собственно говоря, у нас был подобный аппарат, о котором я сейчас говорю, зарубежного производства. Сейчас мы, благодаря поддержке Грантовой правительства Москвы, разработали отечественный аналог, который превосходит даже по некоторым показателям зарубежную технику. Насколько москвичи действительно ответственно относятся к своей коже и насколько они своевременно приходят к врачам, чтобы провериться, посмотреть, удостовериться, что все в порядке. Безусловно, важно, чтобы пациент или просто человек, который не болеет ничем, все-таки понимал, что есть риски определенные, связанные с появлением тех или иных новообразований на коже. И, понимая, что эти риски могут быть, мы в Москве, да и, в общем-то, давно уже и в других городах даже, проводим такую акцию, как день ранней диагностики меланомы. Есть программа диспансеризации, федеральная и общегородская тоже, в каждом субъекте Российской Федерации. И, конечно, при желании можно прийти в наш центр, у нас филиалы во всех округах административных Москвы, и к врачу-дерматологу показаться на осмотр. Если будет какое-то подозрение, то, безусловно, пациентам могут направить наши экспертные подразделения. Есть диспансерные группы, так называемые, не только касаются родинок, но это касается других заболеваний, атопический дерматит, псориаз и ряд других, когда пациент, когда обратился в первый раз, и у него выявили то или иное заболевание, поставили такой диагноз, он попадает в диспансерную группу, и он регулярно должен посещать врача. И, конечно же, самотек, это называется, когда человек сам вдруг захотел пойти, увидел что-то на коже, он может прийти тоже в любое, как я уже повторяю, в любой наш филиал. Но мы сейчас так больше сосредоточились на помощи москвичам, и, я понимаю, это основная задача. Хочу чуть сместить фокус нашего разговора и побольше расспросить вас про научно-практический центр, который вы возглавляете. Вот у него какие задачи? Московский научно-практический центр был создан в 2011 году за счет объединения всех кожно-мирологических диспансеров города. И, как следует из названия, он поменял не только свою такую структуру, но и свое предназначение. Да, это стал центр с филиалами, но он уже не называется кожвен-диспансер, как по старинке, а называется Московский научно-практический центр. То есть в нашем учреждении проводится, безусловно, диагностика и лечение людей, страдающих различными заболеваниями кожи, и не только кожи, и ее придатков, к ним относятся волосы и ногти. Наука, безусловно, появилась в научные подразделения, у нас три отдела научных, у нас 22 доктора медицинских наук, и крупнейшая, достаточно крупная, скажем, даже по меркам Москвы, это лаборатория наша. Затем у нас есть лицензийное образование, мы обучаем специалистов, у нас есть ординатура, аспирантура, мы просто повышаем квалификацию врачей по различным тематикам. То есть вот здесь есть вопрос повышения квалификации кадров. И проводим клинические исследования, апробацию препаратов, ну то есть функций очень много. Вы сказали, что раньше была одна структура, сейчас это единый центр с филиалами. То есть каким образом сейчас устроена служба, куда бежать москвичам в случае чего? Основную свою функцию, которая была у кожно-мертологических диспансеров, мы, конечно же, сохранили. Это ключевое. То есть это лечение больных с заболеваниями кожи и инфекциями, передаваемых полным путем. И это можно сделать в любом филиале нашем, в любом округе, как я уже сказал. А вот что касается отдельных направлений, которые мы за эти годы дали им развитие, то это не во всех филиалах находится то или иное направление. И я сейчас скажу, какие. Это вопросы трихологии, это болезни волос. Вопросы патологии, то есть это вопросы, связанные с ногами. Но в первую очередь речь идет о ногтях, то есть стопах и, в общем-то, все, что беспокоит пациентов, вот этой анатомической зоны. Вросший ноготь тоже мы занимаемся. Дальше это дерматохирургия. Это еще вопросы, касающиеся заболеваний полости рта. Обычно к стоматологу идти. Ну, вроде как, да, логично. Ну, вот здесь таблочка полости рта, зачастую непонятно, кому идти пациенту. Вот у нас есть такой кабинет. У нас работают также и консультанты, которые необходимы для помощи врачам-драматологам. Потому что, например, псориаз часто осложняется, к сожалению, переходит в такую форму, как псориатический артрит. Здесь без ревматолога нам будет трудно разобраться. То есть уже так требуются специалисты такого уровня? Да, но ревматологи у нас работают. То есть акне тоже, вот, угревая болезнь, если она возникает у подростка, то тут понятно, да, переходный период. А если у взрослого человека акне возникает, ну, это могут быть вопросы, связанные с нарушением эндокринной системы. Вернемся к лету и к жизни в городе летом. Потому что, понятно, когда наступает жаркая пора, люди не просто начинают больше пить, но еще больше пить соков, больше есть фруктов самых разных. Вот такой, как-то сказать, взлет витаминов в организме, да, такое увеличение количества, все-таки как влияет на кожу и на состояние человека? Фрукты, овощи, да, это все очень полезно. Другой вопрос, если человек принимает еще дополнительно витамины, тогда мы можем столкнуться с такой проблемой, как гипервитаминоз, когда слишком много какого-то конкретного витамина. И я здесь могу привести пример из нашей практики. У меня был такой пациент, у него были элементы на сыпи такие, на коже, красные, зудящие, ну, было видно, что это какая-то аллергическая реакция. Вот он говорит, нет, нет, я ничего не принимаю, ничего не принимаю, ничего, у меня никаких, на продукты все в порядке, вот я не знаю почему, я ела как обычно. Хорошо, спрашиваю, а витамины какие-нибудь, там биологические какие-то добавки? А, витамин, да, для кожи я принимаю комплекс витамин. Потом я решил, что он очень хороший, этот комплекс, я еще дополнительно для ногтей взял и для волос взял, и там еще для чего-то. И получается так, что он принимал четыре разных, по большому счету ему казалось, что четыре разных витамина комплекса, но в каждом из них было большое количество витамина В. И он получал витамин В, получается, из четырех источников, и, соответственно, он получал в четыре раза больше нормы. И у него возник гиператоминоз и аллергическая реакция на витамин В. Кстати, на витамин В часто бывают аллергические реакции, к сожалению. Что касается фруктов, здесь я бы отметил цитрус. К сожалению, цитрусовые, апельсины, мандарины, если в большом количестве их употреблять, то может быть тоже аллергические реакции. Или даже обострение некоторых аллергических заболеваний, в первую очередь мы говорим об атопическом драматите. Часто летом, когда жара наступает, да, и понятно, что у людей иногда появляется какая-нибудь сыпь от пота, от жары. И иногда говорят, слушайте, ну это потничка, ты даже не волнуйся, помойся и расслабься. Но действительно ли всегда сыпь вот в жару, это действительно вот эта самая потничка? Ну чаще всего да, потница возникает от потливости, потому и название такое повышенной, и высокой температуры. Да, когда возникают в устье потовой железы, да, такой возникает пузырек, и вот даже воспалительная реакция бывает. Это связано с тем, что вот ношение, допустим, какой-то излишне теплой одежды в жаркий период, это, ну, пренебрежение определенными гигиеническими процедурами, то это, конечно, вот тогда потница возникает. По поводу гигиены, не помню, где-то мне попалась такая статья или комментарий чей-то, что вроде как летом хочется по несколько раз в день мыться, и люди некоторые это и делают. А кто-то говорит, да нет, вы что, нельзя так часто мыться, что там смывается слой, это наоборот для кожи еще хуже. Так все-таки, как нам поддерживать гигиену, чтобы и лишний слой кожи с себя не снять, и в то же время, чтобы действительно быть в хорошем гигиеническом состоянии? Ну, отчасти вы правы, да, что действительно частое мытье может привести к тоже негативным последствиям. Смывается водно-липидная мантия, она вырабатывается нашими железками, которые есть в коже, и она тоже содержит определенные вещества, которые оказывают защиту кожи. Это антибактериальную, липиды, они, то есть жиры, да, они содержатся в секрете сальных желез, делают кожу менее сухой, то есть препятствуют испарению влаги, и то есть кожа насыщена нормальная, насыщенная водой в нужном проценте. А если смывать, то, конечно, кожа начнет пересушиваться. Тут в этом плане, да, частые водные процедуры могут способствовать ксирозу. Ксироз – это состояние кожи, которое является просто очень сухой. Общаясь с вами, Николай Николаевич, у нас часто в разговоре возникают какие-то красивые слова, и вы так говорите, вот это красивое слово, но за ним стоит вон чего. А что стоит за красивым тоже словом витилиго? Витилиго, да. Витилиго – это заболевание кожи, которое характеризуется отсутствием пигмента в определенных ее участках кожи. Это может быть ограниченная форма, когда всего несколько белых пятен, ну, или как белые пятна на коже. Она не загорает совершенно, к сожалению. То есть остается белой? Да, там не вырабатывается тот самый меланин, тот самый пигмент, и, к сожалению, кожа вокруг, летом это более заметная проблема, когда вокруг кожи загорает здоровая, а вот там, где присутствуют очаги витилиго, оно выглядит еще более контрастно. Насколько это опасно? Ну, это заболевание аутоиммунное, оно само по себе не опасное, больше так выглядит, как косметический дефект. Николай Николаевич, и в заключении все-таки хотелось бы услышать от вас рекомендации, как сохранить кожу в хорошем состоянии, пить воду, использовать кремы или, наоборот, ничего не использовать. Чтобы выглядеть моложе, то на солнце солнце нежелательно быть, потому что солнце влияет на эластические волокна. То есть могут появляться морщины даже вне мимических зон, то есть там, где, в принципе, не должно быть морщин. И это вот фотосолнечное или фотостарение, оно, к сожалению, настигает людей, которые злоупотребляют солнце. Чтобы сохранить здоровую кожу, нужно, в принципе, соблюдать нормальный режим. Невыспавшийся человек тоже будет ходить бледно-серым, извините. Опять же, водные процедуры, конечно, все должно быть в разумных пределах. То есть в пределах нормальной гигиены, но не пренебрегать ими, но и не излишне, не уходить. Не переусердствовать. Не переусердствовать, чтобы не пересушить кожу. Фотозащитные средства или увлажняющие средства. Дело в том, что у нас кожа бывает трех, опять же, типов. Смешанная, сухая или жирная. Смешанная, это когда у них участка она сухая, но у других жирная. И вот соответствующие средства, которые способствуют либо удалению этого сального секрета с нее, либо, наоборот, восполнение влагой, они присутствуют в любой аптеке. И просто надо в аптеке спросить, фармацевты подскажут, какое средство приобрести. Это не лекарственные препараты, они по уходу. Николай Николаевич, спасибо. Спасибо, что рассказали нам о разных проблемах, которые могут сейчас возникнуть летом с кожей. Но и самое главное, как этих проблем можно избежать. Спасибо. 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 Спасибо.